Друзья, всем привет! Если вы меня видите, значит вы на Ивлев Шеф Ченнел. Я всегда любил вафли, классические вафли. Потом, когда подрос и узнал, что, оказывается, есть еще такое понятие, как бельгийские вафли, сладкие. Ммм, жизнь заиграла другими красками. А потом я вырос и стал профессиональным поваром и понял, что сладкое, конечно, дело хорошее, но картофан я люблю больше всего. Поэтому я взял, изобрел, разработал картофельные вафли. Я не говорю, что это я родоначальник этих вафель. Вопросов нет, может быть кто-то еще. В какой-то точке земного шара такой же любитель картофана. Картофельные вафли можно есть с сосисками, с колбасой, с сыром, с грибами, с рыбой, холодного копчения, горячего копчения, с чем только не едят картофельные вафли. Но мало кто умеет их готовить. Поэтому, друзья мои, как всегда на Ивлевшир Ченнел я вам даю новый, совершенно уникальный рецепт из продукта, которого вы любите. В честь этого можете поблагодарить меня не только аплодисментами. Молодцы, красавцами. Ну и подписаться, поставить колокольчик, порекомендовать своим друзьям. И тогда они также будут вас удивлять такими прекрасными, интересными и необычными рецептами. Что для этого нужно? Ну, во-первых, вафельницу. Дешевые, маленькие, большие, средние, дорогущие. У меня вафельница от Тефаля. Звуковой сигнал говорит о том, что моя вафельница разогрелась. Начинаем готовить рецепт. Продукты самые элементарные. Картофан. Можно взять отварной, но вы знаете, что я слежу за здоровьем своим и вашим, поэтому лучше всего картошку запечь. Делается очень просто. Берете картошку, хорошо ее моете, ставите на 180 градусов на 25 минут, и запекайте картофан. Если хотите добиться большего результата, можно засунуть ее в фольгу, можно добавить розмарина. Кстати, помните еще картофель Пушкин? Я готовил, который обжарится в большом количестве сливочного масла, солеными огурцами, с салом и мягким бородинским хлебом. Так вот, картофель запекаем. И не только я, шеф Сиаруси, но и любой диетолог вам скажет, что этот картофель полезный. Что еще нам нужно? Яйцо, небольшое количество разрыхлителя для теста, немножко муки, соль, перец. Картофель я запек. Почистили. Просто натираю хорошо на крупной терке. Делается очень быстро, зато потом как. Очень вкусно. Помните, как ты готовил паштеты из скумбрии горячего копчения? А? Зашел вам этот рецепт. Баклажановый икру помните? Вообще бомба. Ну и все остальное. Рыба, треска, рыбные котлеты и любой каприз вы можете потом с этими вафлями кушать. А еще эти вафли можно использовать как основу для любого сэндвича. Смазать горчицей, кетчупом, мягким сливочным сыром или творожным сыром. Положить туда, ломать пушиним или еще чего-то. Ну согласитесь, круто. Добавляю соль, небольшое количество перца. Можно добавить рубленую петрушку, можно добавить даже укроп. Я, пожалуй, добавлю из своей библиотеки специй свой любимый свежий тимьян. Добавляю растительного масла. Яйца. Яйца начала жизни. Так же, как начало вафли. Кстати, решил я еще добавить разрыхлителя. Есть. Муки на самую малость. На 5 картофель всего лишь столовую ложку муки. А теперь все хорошо перемешиваем. Да я знаю, подожди ты, а. Хорошо перемешал. Масса для картофельных вафель не должна быть жидкая, как масса, например, на сладкие бельгийские. А чтобы было вкуснее, добавлю-ка я еще одно яичко. Что надо попробовать на соль и на перец, потому что потом у вас уже возможности не будет это все солить и перчить. Но если вы будете есть, например, с лососем холодного или горячего копчения, оситриной, палтусом, масляной рыбой, ветчиной, беконом или охотничьими колбасками, то, конечно, соли добавлять поменьше. Вот что получилось у меня. Вот такая вот замазка. Пахнет бомбически, потому что сделана на основе печеного картофеля. Гриль разогрелся, смазали. Прям не надо много. Мы все-таки добавили растительное масло в основу картофельного теста. Теперь эту массу выложил одну, выложил на другую, закрываем, нажимаем на ок и наслаждаемся ароматом прижаренного печеного картофеля. Двери закрыты, окна закрыты, никто не войдет. Все достанется мне и вам. Аромат стоит. Вау, сумасшедший. Осталось буквально несколько минут. Иди, я тебе кое-что покажу. Иди, 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 иди сюда. Смотри, что-то сейчас там увидишь. Смотри, 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 смотри. Понял, да? Для сервировки, как всегда, сметану обожаю, зеленый базилик, конечно же, зеленый лук. Спасибо, дорогой мой. Ты хочешь сказать, что уже все готово? Отлично. Выключаю. Что у нас здесь? Вафли готовы. Мы берем. Опа. И вот так вот. Одна, вторая. Пока наслаждайтесь этими картофельными вафлями, а я тем временем еще поставлю вафли. Пока следующая партия у меня стоит, надо разобраться с этой. Вы посмотрите на нее. Запах сумасшедший. Вот сюда положите сыру, колбасы, рыбы, любого продукта, и у вас получится шикарный сэндвич, офигенный бутерброд, нереальный завтрак, праздничный обед или фееричный ужин. А теперь творчество. Вот так вот сюда плюхните сметаночки, плюхните вот сюда вот сметаночки. Зеленушки. В данном случае это зеленый лук. Вот так вот порезали и вот так вот украсили. А, я же забыл самый главный продукт. Это мою любимую черную икру. Вот так вот. Идеально, как всегда. Вот так вот. Вот так вот перо, жар птицы. Немножечко еще зеленушки. И все, друзья мои, при помощи икры даже самое простое блюдо становится праздничным. Как, например, эти замечательные вафли. Я вообще думаю, что у каждого в жизни найдется такой день, когда захочется максимального праздника. В этом как раз может помочь черная икра. Поэтому предлагаю конкурс. Расскажите о самом запоминающемся и необычном празднике в вашей жизни. Я прочитаю все комментарии. И автор самого, на мой взгляд, интересного получит в подарок от нас с раскатом банку отменной черной икры. Условия, как всегда, простые. Подпишитесь на инстаграм раскат. Вот он тут на экране. А затем на мой канал Ивлев Шеф Ченнел. Я проверю. Победителя я объявлю у себя в следующем ролике. Также, друзья мои, приятного аппетита. Всем удачи и до новых вкусных встреч на Ивлев Шеф Ченнел. Пока-пока! Всем привет! Это снова я, Александр Антипин. И специально для Ивлев Шеф Ченнел рубрика «Пора что-то принять». Сегодня мы будем с вами готовить сангрию с домашним ягодным сиропом. За основу мы будем брать розовое вино. У меня сегодня тихое вино из Испании. Богато и насыщено ароматами клубники, вишни, малины. Мы также приготовим с вами отдельно сироп. Сангрия – это прохладительный напиток, который известен еще из римской перьи. Стал популярен в 19 веке. В Штатах он пришелся на вторую половину 20 века. Классическая сангрия – такое понятие очень сильно растяжимое, потому что во всех источниках нет конкретного рецепта с четкой громовкой и с четким пониманием, что туда должно входить. Мы готовим свою сангрию. Аккуратно снимаем наш пыльничек. Для открытия вина нам понадобится нарзаник. Он же нож-самелье. У кого-то есть старая добрая открывашка. Он же штопор. В профессиональном мире называется это нарзаник. Проверяйте пробку на запах, чтобы не было посторонних запахов. Структура пробки была не разрушена. Ну и, соответственно, само вино. Понятно, что здесь ничто не плавает. Грейпфрут подчеркнет наши ягоды, даст сочности. Горчинку. Не нужно покупать дорогое вино, потому что мы его дополняем цитрусовыми и сиропом из ягод. Вину мы используем сегодня сухое. Но можно использовать, если на полках стоит полусухое за приемлемую цену. Просто мы добавим чуть меньше сиропа. За основу приготовления сиропа мы с вами возьмем свежемороженные ягоды, сахар, песок, очищенную фильтрованную воду. При выборе свежемороженных ягод, ребята, обратите, пожалуйста, внимание на упаковку. Если это шоковая заморозка, текстура, структура, запахи и вкусы ягод будут на высшем уровне. Отмеренный заранее сахарный песок. Берем наш отрезанный лимон и выдавливаем вот таким вот приспособлением, которое называется сквизер. Самое главное, ребята, не переборщите. С лимоном нам нужен баланс с сахаром, баланс кислоты. Если нет у вас под рукой сквизера, не беда, вы можете выжать лимон просто руками, его выдавить. Удобное приспособление для выдавливания всех цитрусовых и не только. Также можно ими колоть орехи. После того, как наш сироп закипит, буквально минуту-две мы еще доварим. Немножко загустело. Сироп у нас яркого, насыщенного цвета. А чтобы сироп получился у нас более красочным, я рекомендую добавить чуть-чуть специи. Я взял за основу это немного корицы, гвоздики и бодьян. Сироп пузырится, закипает. Выключаем нашу плитку и даем остыть нашему сиропу. На самом деле сангрия настаивается у 2 до 4 часов. Пока сироп отдыхает, вы можете убрать кувшинчик в холодильник. Получившийся сироп остыл. Мы его отфильтровали. Классическое сито перелили вот в такую емкость. У вас может быть другая емкость. Очень насыщенный. У каждого хозяина либо хозяйки дома есть стопарик. Этот стопарик идеально заменит вам джиггер. Как правило, это 40-50, у кого-то 60. Мы сразу видим, как наше вино стало цветовой гамме максимально насыщенным. Аромат, который здесь играет, не передать словами. Разбавила цветовую гамму холодной ледной историей. Явно чего-то не хватает. Классический тоник, ребят, придаст нашей сангрии игривый характер. Не просто мы оставили подмороженную ягоду. Гарнируем нашу сангрию. Наша сангрия готова. Чтобы нам эту всю историю было легче перемешивать и подавать отфильтровывая от льда наших ягод и цитрусовых, мы взяли за основу вот такую лопатку, которой при наливе мы придерживаем все нюансы. Я сомневаюсь, что у каждого дома есть вот такое приспособление, которое называется стрейнер. Поэтому лопатка кухонная помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова